Первообластной образовательный форум «Чайка» пройдет в Белгороде с 24 по 28 сентября. Его специфика в том, что он рассчитан на людей творческих. Молодые вокалисты, музыканты, художники, актеры, режиссеры и поэты в течение недели возьмут лучшее у практикующих экспертов, а также представят свои проекты. У нас в гостях один из организаторов Юлия Калмакова, начальник отдела творческих проектов и программ Центра молодежных инициатив. Расспросим ее, можно ли еще попасть в число участников и что для этого нужно. Юлия, здравствуй! Здравствуйте! Юль, скажи, пожалуйста, какая основная идея все-таки форума «Чайка»? Это создание уникальной единой платформы для реализации потенциала творчески одаренных детей. А в чем необходимость такой площадки? Сейчас очень много пишется проектов, хороших, значимых проектов. И вот у тех ребят, которых мы ждем в возрасте от 14 до 20 лет, есть хорошие проектные идеи. Но, к сожалению, ребята не всегда понимают, как нужно правильно эти идеи оформить. И поэтому во время форума на одной из образовательных площадок ребятам будут наши эксперты преподносить такой некий урок, обучать их. Вот ты говоришь об экспертах, и мы уже говорили, что будут эксперты. Что это за люди? Ну, мы не будем, конечно, раскрывать все секреты. Известные? Да, это будут известные люди, не только добившиеся успехов на территории города Белгорода, Белгородской области, но на территории всей России и даже, можно не побоюсь этого слова, мира. Интересно, но, может быть, скажешь какие-нибудь фамилии? За всеми новостями следите в нашей группе ВКонтакте. Хорошо, спасибо большое. Я так понимаю, что проекты, которые будут защищать и которые будут формировать в течение этого форума участники, будут создаваться с помощью экспертов, да? То есть есть какие-то направления отдельные? Форум рассчитан на четыре направления. Это молодые актеры и режиссеры театра и кино, это уличные художники, молодые художники и мастера декоративного прикладного творчества. Третье направление – это молодые литераторы, поэты, прозаики, писатели. И четвертое – это молодые вокалисты и музыканты. По каждому направлению будут работать спикеры. Также со всеми ребятами будет проведена проектно-образовательная деятельность. И ребята приходят к нам уже либо с проектами, которые дорабатывают на протяжении нашего форума, либо с проектными идеями, которые превращают потом в проект. А перед кем они защищать будут эти проекты? Защищать они будут перед нашими экспертами. Это специально приглашенные люди, которые добились успеха в культуре, искусстве, в проектной деятельности. Есть ли возможность того, что этот проект будет реализован на территории области? Или вот как раз вы этой целью и задаете? Да. И лучшие проекты, они будут… Ребята, которые представят лучшие проекты, имеют шанс побороться за грант, за денежный приз. Давай немножко подробнее об этом. На форуме пройдет грантовый конкурс. Какая финансовая поддержка? Это тоже мы пока оставим в секрете. Но деньги есть, это деньги немалые, и они будут делиться либо на лучшие проекты, либо если будет такой, скажем, мега-мега крутой проект, он может забрать все эти деньги на реализацию своего проекта. А также мы, Центр молодежных инициатив, Управление молодежной политики области, будем рады помочь ребятам реализовать проекты на базе Центра молодежных инициатив. И, возможно, даже лучшие проекты мы вставим в план мероприятия Центра молодежных инициатив. Ну, на следующий год, да, уже получается? Да, да. Скажи, а сколько всего ждете участников и уже сколько зарегистрировано? На данный момент зарегистрировано более 40 участников. Ждем мы максимальное количество участников. На данный момент форум может вместить, это только 80. Но в следующем году, я надеюсь, мы будем расширяться. Скажи, пожалуйста, все-таки сфера искусства – это чрезвычайно разнообразная сфера. Какие идеи? Ты говорила, что есть интересные идеи от участников. Вот какие интересные идеи ждете? Возможно, это будут новые формы мероприятий. Возможно, это будут интересные мероприятия. Сейчас вот у нас идет год добровольца. Возможно, у ребят будут проектные идеи или проекты по поводу стихийного волонтерства в сфере культуры. А любые хорошие проекты мы двумя руками поддержим, поможем реализовать. Но чуть позже скажем, где можно зарегистрироваться. И вот как правильно подать заявку проектную? Необходимо зарегистрироваться сначала в молодежной системе АИС «Молодежь России». Там подать заявку на участие в форуме. Потом перейти по ссылке и направить, заполнить свою заявку. Отправить ее к нам на почту отдела творческих проектов и программы. И обязательно выложить ролик «Почему я хочу на чайку?» и «Чему я хочу научиться на чайке?» Нам важно понимать желания своих участников. Можно ли рассказать о том, как будут оцениваться работы? Работы именно проектные, которые будут на форме представлены? Первое и безусловно, это, конечно, социальная значимость. То есть для чего нужны эти проекты? Для кого они будут реализованы? Какой результат потом будет от этого проекта? Вот, собственно, это три самых важных составляющих. Ну, в общем, все узнали. Самое интересное, самое важное. И давай еще раз зрителям напомним, где нужно зарегистрироваться, чтобы попасть на форум. Первое – система АИС «Молодежь России». Второе – подать заявку. Третье – видеоролик. Заявки мы принимаем до 17 сентября. До 17 сентября включительно. Мест у нас ограниченное количество, всего 80. Так что спешите принять участие. Спасибо большое, Юля, за интересный разговор. Будем ждать участников на вашем форуме.